Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по третьей книге Царства. И сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. С 1 по 12 стих рассказывается об построении царского дворца, который строился 13 лет, в отличие от храма, который строился 7 лет. То есть не было такого энтузиазма, как при построении храма. И описание этого дворца больше относится к личной жизни царя Соломона. И здесь для нас мало духовных назиданий. Хотя здесь говорится о том, где находился престол, на котором он судил, притвор для судилища, и как все это было обустроено. Но с 13 стиха и ниже говорится о том, как искусный мастер Хирам изготовляет два медных столба и медную утварь для храма. Вот это для нас представляет больший интерес, и на это мы обратим внимание. Итак, 13-14 стих. И послал царь Соломон и взял из тира Хирама, сына одной вдовы, из колена Нефалимова. Отец его, Тирьянин, был медник. Он владел способностью, искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и произвел у него всякие работы. Давайте посмотрим, какие комментарии есть на этот текст. Беда Достопочтенный пишет. Красивый прием упоминания об умении и искусстве, «Ибо он был сыном вдовы израилетянки, в лице которой обычно понимается прообраз церкви нынешнего дня, за которую супруг ее, то есть Христос, вкусив смерть, воскрес и взошел на небеса, оставив ее временно странствовать на земле». «Нет нужды трудиться над разъяснением, как сыны этой вдовы становятся проповедниками, ибо все избранные, каждый в отдельности, исповедует себя сыном церкви». А в отношении проповедников Нового Завета в словах пророка высказывается особое обетование. «Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле». Это ссылка на 44-й псалом. «Вот Хирам выполнил всю работу для Соломона, то есть святые учители, преданно подвязаясь к служению Слова, действительно делают Божье дело, потому что, обращаясь вовне, они открывают путь истины тем, кого сам он, Христос, предназначил к жизни вечной, осветив их изнутри». «Я насадил, — говорит Павел, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Итак, по беде достопочтенному, построение храма — это созидание церкви. И то, что к построению храма призывались лица нееврейской национальности, это пророчество о том, что многие учителя церкви, они будут греки, латиняне, сирийцы и так далее. И в этом великое назначение церкви — объединить в себе все народы. Потому что назначение самого еврейского народа заключалось в том, как пишет пророк Исаия, чтобы они были народом светочем. Но они не оправдали эту миссию, они не вдохновили другие народы. Эта миссия исполнилась служением святых апостолов Иисуса Христа и их продолжателей. Итак, про этого храма далее мы читаем. «И сделал он два медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба». И посмотрим, какое здесь истолкование. Опять же, это гамилия на Евангелие, беда достопочтенной. До этого цитата беды была из трактата о храме. Хорошо, что нам сообщается, что в притворе поставлены были два медных столба. Удивительно изящной работы. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилий. Столбы стояли перед дверями храма, поскольку выдающиеся учители, о которых апостол говорит Яков, Кифа и Иоанн, почитаемые столбами, это послание Галатам 2.9, явились предтечами прихода нашего Искупителя и свидетельствовали о том, кто сказал «Я есть дверь», «Кто войдет мною, тот спасется». Один из них стоял справа от входа, другой слева, ибо они предвещали народу Израиля, тогда пылавшему верой и любовью, будущей воплощениях Спасителя. Они же возвещали язычникам, все еще взиравшим на север и пребывавшим в оцепенении от холода безверия, что двери этой предстоит распахнуться, дабы открыть путь Спасителю. Что имеет в виду беда достопочтенной? Взирали на север, то есть смотрели на Вавилон. Это была оккультная цивилизация, доминирующая в том мире. А вот эти столпы в храме, они символизировали служителей Иисуса Христа. И далее говорится 16 стих. «И два венца, вылитые из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов пять локтей вышины в одном венце и пять локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. Семь на одном венце, семь на другом венце». Посмотрим, какое истолкование. Тот же Беда Достопочтенный пишет, «Вершины столпов, то есть самые высокие части, это сердца верных учителей, у которых устремленные к Богу мысли направляют все их дела. И слова, подобно тому, как голова управляет всеми членами тела. Два венца, помещенные на вершинах столпов, есть два завета, то есть Ветхий и Новый Завет, размышления над которыми и соблюдение которых целиком захватывает и душу, и тело святых учителей. Потому и верно, что венцы имеют высоту в пять локтей. Писания Моисеева Закона составляют пять книг, а все собрание сочинений Ветхого Завета охватывает пять веков мира. Но и Новый Завет не учит нас чему-то отличному от того, что говорили Моисеи и пророки. «Ибо если бы вы верили Моисею», здесь цитируются слова Христа, «то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Это ссылка на Евангелие от Иоанна, 5 глава, 46 стих. «Моисей писал многое о Господе Христе, не только в образах, но и открыто, как в случае, когда он говорит об обитованном Аврааму словами, и в семени твоем благословятся все племена земные». И ниже. «В удивительном согласии с божественным замыслом благодать Нового Завета прежде была скрыта под покровом Ветхого Завета, теперь же его тайны открылись в свете Нового Завета». Иными словами, Беда Достопочтенный настаивает, что то, что столпы находились при входе в храм, это означает, что войти в церковь мы можем, обретя веру, а вера, как известно, от слышания, а слышание от Слова Божия. И в Новом Завете сказано, что все писание полезно для научения, для наставления, для обличения. И никакая часть писания не противоречит другой. Два столпа одинаковой высоты символизируют собой один Ветхий Завет, другой Новый Завет. И если на верши первого столба это пять локтей, которые указывают на пять книг Моисея, то на верши второго столба пять локтей, которые указывают на пять ран Иисуса Христа. Мы, христиане, призваны к тому, чтобы исполнять Божий закон, но там, где у нас не получается, мы оправдываемся кровью Агнца, Господа нашего Иисуса Христа. Далее даются более подробные описания того, как выглядели эти столпы, описания венцов в виде лилий над ними и описания моря. Море — это специальное такое сооружение, которое делалось на валах, литых валах, и предназначалось для омовения. Это был символ крещения. И валы, которые как бы поддерживали это море, они символизировали собой, возможно, человеческие страсти, тяжеловесные, но которые оставляют человека, который принимает крещение и избирает для себя путь Святого Евангелия, путь благодати. Давайте посмотрим, что пишет Беда Достопочтенный. Это литое море изготовлено как образ купели спасения, в котором мы омываемся в отпущении наших грехов. В нем омывались священники, как подтверждает книга Паралепименон, но известно, что типологически в Священном Писании все избранные именуются священниками, ибо все они члены первосвященника Иисуса Христа. То есть в христианском понимании все мы верующие в Иисуса Христа это царственное священство. И Беда Достопочтенный также в трактате о храме дает объяснение что из себя символизировали 200 гранатовых яблок, о которых говорится в 20 стихе 7 главы. Мы сказали, что гранатовые яблоки это образ либо церкви в целом, либо каждого отдельного верующего. Но число 100, которое изначально относилось к правой руке, стало использоваться и как образ вечного блаженства. Вокруг второго венца расположено было в два раза больше этого числа гранатовых яблок, чтобы мистически указывать на то, что народы обоих заветов, которым предстояло объединиться во Христе, то есть Ветхого и Нового Завета, приведены будут к венцу жизни вечной. В согласии с этим образом находятся слова, написанные об апостолах, которые после воскресения Господа ловили рыбу, когда увидели его стоящим на берегу, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Здесь мы видим, что каким-то удивительным образом буквально все что-то собой символизирует, потому что храм делался не просто сам по себе, еще Моисей делал скинию завета по образу скинии небесной. Ему был показан небесный храм, небесная скиния, и по этим образом он делал земное святилище. Так и Иерусалимский храм. даже вот это подобие огурцов под краями его окружали его, об этом говорится в 24 стихе, а беда достопочтенная в трактате о храме поясняет. И под краем его шла резьба, окружая море, на десять локтей, два ряда было литой резьбы, исторических сцен. И так, как выше было сказано, что снурок длиною в тридцать локтей окружал море, как и колонны, а теперь сообщается, что резьба под краем моря тянулась на десять локтей, то из двух сообщений становится очевидно, что сосуд имел форму фиала. выгнутого назад и расширенного вверху, поскольку длина окружности в тридцать локтей по самому краю служила до десяти локтей. Резьба же изображала некоторое историческое событие, потому верно, что резьба, окружавшая море, то есть это место для омовения действительно изображает примеры из прежних времен, в которые нам нужно вдумчиво всмотреться, чтобы увидеть, какими делами изначально святые угождали Богу, с каким упрямством негодные люди совершали преступления и в какой порочности они свои преступления осуществляли. И действительно, вот эти быки, которые могут быть упрямы в благодати, как апостол Павел говорит, мелющий бык достоин пропитания, то есть проповедник, который трудится как бык, он достоин пропитания. И в то же время бык, как образ упрямства, нежелания выполнять волю хозяина. И беда в этом видит как бы жизнь разных людей, людей праведных и благочестивых. А подобие огурцов это плоды от тех добродетелей, которые проявляли те, которые действительно пахали как быки Ниву Господню для того, чтобы на ней произрастала вера. И далее более подробно говорится об устройстве подстав, какие края, чаш, длина каждой подставы, четыре локтя, ширина четыре локтя и три локтя вышина. Число четыре, мы знаем, указывает на четыре Евангелия, три, полнота любви лиц Святой Троицы. в тридцатом стихе говорится, что у каждой подставы по четыре медных колеса и оси медные, то есть движение начинается тогда, когда свет Евангелия проникает в нашу жизнь, потому что Ветхий Завет при всем своем совершенстве он был инертным, потому что он связывал человека с огромным количеством разных ритуалов, жертвоприношения баранов, козлов, овец, бесконечные обряды, связанные только с Иерусалимским храмом. И эта инертность заключалась и в том, что сами иудеи верили, что Кадеш Руах, Дух Святой, обитает только в храме и только на горе Мария. Можно совершать полноценное священное действие. А Христос говорил, что наступает время, когда служение будет совершаться на всяком месте, ибо Дух Божий дышит где хочет. Таким образом, четыре медных колеса и оси медные – это то движение преодоления инертности закона действием благодати. отверстие от внутреннего венка до верха, об этом говорится 7 глава 31 и 2 стих, это единство крещения и совершенство добрых дел. Такое объяснение дают отцы. «Каждая умывальница вмещала 40 батов». Беда достопочтенный пишет, число 40 обычно обозначает высокое совершенство, поскольку, конечно же, четырежды 10 дает 40. И вот существует 10 заповедей, которыми определяются в законе Божьем, как нам надо жить. С другой стороны, 40 это число возможного наказания, 40 ударов без одного, а омовение делает человека освобожденным от наказания, ибо кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Также в 7 главе говорится о том, что море поставили на правой стороне храма, на восточной южной стороне. И Беда достопочтенный пишет, когда правая, как и левая рука, рассматриваются в положительном смысле, они обозначают либо иудею и язычников, как мы говорили об этом при столковании подстав, либо теперешнюю и будущую жизнь церкви, либо радости, печали мира, либо что-то в этом роде. Но когда правая рука сама по себе используется в положительном смысле, то значительно чаще она обозначает радость вечности. И то, что он поставил море, чтобы оно смотрело на восток, имеет такое же значение, а именно, что сияние вечной славы открывается нам через баню святого источника. Для нас это крещение. А что оно было на южной стороне двора, означает, что верующие, принимая духа святаго, возгораются огнем истинной любви, ибо в священном писании жар полуденного солнца обыкновенно обозначает пыл любви и свет святаго духа, через который любовь изливается в сердца избранных. Таким образом, мы видим, с каким вниманием отцы изучали детали, не просто сами предметы, которые находились в храме, рядом с храмом, но и их местоположение. Так, золотой стол, на котором хлебы предложения. Это 7 глава, 48 стих. И Беда достопочтенная пишет, золотой стол, это священное Писание, богатое светом духовного разумения, о котором псалмопевец говорит Господу, «Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих». И дабы враги, действующие против нас, не совратили нас на путь заблуждения, наш Творец приготовил нам трапезу знания, чтобы укрепить в нас веру истинную, ведь хлебы предложения это святые учители, чьи спасительные слова и дела, как бы их не искал на священных страницах, обнаруживаются как предложение нам образов жизни. То есть недостаточно самостоятельно изучать Писание, нам нужны хлебы предложения, то, что нам какие комментарии предлагают святые отцы, и это действительно может умудрить нас во спасение. И истолковая 7.49 и светильники пять по правую сторону и пять по левую сторону в трактате о храме Беда пишет, как столы правомерно используются в качестве образа священного Писания, ибо они служат праведности тем, кто испытывают голод по хлебу слова и несут сосуды служения небесам, то есть предлагают нам подражать поступкам праведников. Так и светильники эти символизируют слава Бога, ибо они несут свет мудрости тем, кто заблуждается, пребывая во тьме. Потому говорит псалмопевец «Слово твое светильник ноге моей». И мы знаем, что действительно Давид имеет в виду закон Божий, пять книг Моисея. И как Писания просвещают нас закон Божий, так и благодать питью ранами Иисуса Христа сообщает нам свет Божьего прощения. Святые отцы даже истолковали 50-й стих «И петли у дверей внутреннего храма во святом святых». А что тоже могут означать эти петли? «Если двери внутреннего храма во святом святых это служение ангелов, открывающих для нас, когда мы покидаем тело, вход в жизнь небесную, а двери храма святые учители и священнослужители, подводящие нас к порогу нынешней церкви, учением, крещением и приобщением к таинствам тела и крови Господней, то что такое петли тех и других дверей? Они умы и сердца этих ангелов или святых, которыми они неизменно удерживают и созерцания и любви своего Творца свет так, чтобы никогда не отводя очей своих от воли того, кому служат, исправно исполнять веренные им обязанности. Ибо ворота открываются и закрываются в надлежащее время, но петли их никогда не ослабевают, потому что и ангелы и святые принимают ли они верующих и избранных в этой жизни веры или в другой жизни видения твердым духом держатся корни любви. Хорошо сказано, что эти петли были из золота, либо в заслугу их собственной славы, имеется в виду святые добродетельные люди, либо в силу их любви к Богу. Это особенное служение ангелов. И в 51 стихе говорится «И принес Соломон, посвященный Давида отцом его». Об этом говорится в 51 стихе «Серебро и золото и вещи отдал в сокровищнице храма Господня». В 51 стихе закрывается содержание 7 главы. И опять же беда достопочтенный это его трактат о храме пишет в чем нуждается храм. Неужели храм нуждается только в этих денежных богатствах, тогда серебро и золото это эквивалент денег в нашем понимании. Нет. Беда настаивает на аллегорическом истолковании. Серебро относится к ясности красноречия, золото к сиянию мудрости, а сосуды в целом к разумным творениям. И вот Давид, отец Соломона, освящает серебро, когда Бог, отец, укрепляет говорящих благодатью Святаго Духа, чтобы они несли слово Евангелие, Он освящает золото, когда Он, Господь, озаряет одаренных природной способностью, наполняя их Духом Своим, чтобы они созерцали чудеса в законе Господа. Он, Давид, освящает и сосуды, когда Бог, изливая благодать Духа Святаго на всех чад в Церкви, чтобы они возлюбили дары вечного спасения, разжигает в них стремление к ним. Это серебро, это золото, это освященные сосуды Соломон приносит в храм, когда по исходу всеобщего суда Господь наш входит в радость Царства Небесного. Итак, речь идет не о вещественном серебре и золоте, хотя, конечно, в храме была сокровищница, и мы помним лепты вдовы, которые она принесла и положила в эту сокровищницу. Но прежде всего серебро это то, что относится к ясности красноречия, ясное, понятное слово, а золото то, что относится к избранию мудрых, способных к преподаванию откровения, ибо богатство Церкви это ее святые отцы, учителя, наставники, пастыри, святители и преподобные. Таким образом, в толковании святых отцов, казалось бы, сложные описания разных предметов, архитектурных особенностей сооружения храма, все это оживает и приобретает образ знаков и символов, и когда мы орегорически истолковываем это с помощью святых отцов, мы получаем назидание, и описание действий, казалось бы, сугубо ветхозаветных приобретают новозаветное осмысление и новозаветное понимание. субтитры и субтитры и Продолжение следует...